Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, говорят нам Каббала, что излечение человека и мира зависит от духа. Войны – это болезнь, духовные болезни мира, а недуги – это болезни духовного человека. Знаете, вот как-то раз Болшемтов проходил через город, в котором жил один человек, очень тяжело заболевший. Известие о том, что Болшемтов приехал распространялось быстро, и врач, лечивший этого больного, попросил знаменитого целителя просто взглянуть на пациента. Зайдя к больному, Бешт в течение нескольких секунд на него смотрел, затем обратился к его жене и говорит, приготовь для мужа куриный бульон. Все смотрят, бульон больной отхлебнул, и сразу оживился, заговорил. Бешт проговорил с ним около 2 часа, и к человеку вернулись силы. Когда Болшемтов собрался уходить, врач попросил уделить ему одну минуту. Подошел и говорит, Рэба, этот человек был на пороге смерти. Я врач, я все знаю, я ему ничем не мог помочь. И тем более, его не может исцелить какой-то бульон. Как тебе это удалось? Болшемтов улыбнулся и говорит, болезнь появляется в теле, но зарождается в духе. Вылечили тело, а я заглянул в душу. Если человек пользует свое тело безбожно, значит он безрассуден в своих действиях, груб в словах, нарушает много заповедей, и не делает благодеяния. Его дух страдает, и он не может поддерживать тело как следует, и ослабляется телом. Именно это произошло с вашим пациентом. Но я обратился к его душе, побудил его уклониться, поговорил с ней, она согласилась, теперь все будет хорошо. А как же бульон? Он спросил доктор. Болшемтов улыбнулся, пожал плечами и ушел. Понимаете? Бульон нужен, но он только одеяние этого мира. Лечит и убивает совсем другое. Хасиды учат, что в мире есть три облачения. Мысль, слово и дело. Когда душа здорова, когда помыслы чистые, когда слова хорошие и милосердные, деяния праведные, все, дух готовый. Когда же душа ослабевает, то меняются облачения, и появляется какая-то у человека одержимость в словах, в жестокость. Он начинает считать, что он только прав, в высоком мире и так далее. Отчего слабеет душа? Она слабеет, когда вполне сознательно думаешь и говоришь, и действуешь вразрез с ее здоровым наклонностями. Как в душах слабеет, что происходит? Происходят поступки становятся другие, и тело ослабевает. Исцеление приходит с исправлением души. Как исцеление мира, как исправление человека. С возвращением ее к какой-то чистоте. Как это осуществить? Волшем-то обладал удивительной способностью вмешиваться в внутренние процессы. Однако мы не можем рассчитывать, что мы встретим человека подобного масштаба. Поэтому нужно заниматься самостоятельно собой. Очищать себя как-то немножко, развивать, следить, что мысли были чище, слова добрее, деяния лучше. Со временем душа вернется. Знаете, многие пытаются сейчас происходящее объяснить шагами Маше, концом времен. И вот когда Маше спустился с горы с крижальными в руках, вот если вы помните, и увидел Сакстану, увидел, что там люди ведут себя неправильно, и он бросил с крижали и разбил их. И даже Маше говорит, я схватил с крижали, взял и разбил их на ваших глазах. На ваших глазах. Возникает вопрос, почему Маше не разбил там потихонечку, чтобы людей не нервировать, там разбил с крижали и все. Любавический рэбе дает глубокое объяснение. Кажется непонятным, почему именно их надо было сломать на глазах. Но он сделал это специально, будучи уверенным, что это вызовет у них покаяние, что это заставит их покаяться. И как Рэбе говорил в беседе своей, разбитые с крижали сокрушили сердца людей. Это потрясение принесло совсем такое горе, что вызвало желание у народа совершить раскаяние. Они получили после этого, кстати, Йом-Кипур, день прощения и радости. Кто знает, может быть кошмар сегодняшних событий, это своего рода разбиение с крижалей. Оно вызывает потрясения, психические сдвиги, подобно сокрушению сердца у всех в мире. Оно заставляет людей задать вопросы, которые они себе уже давно не задавали. Потому что в обычные дни все были озабочены другим. Кто-то куда-то ехал, кто-то летел, кому-то мало, кто-то пускался в круиз, кто-то еще. Война заставляет мир остановиться и задать вопросы, от которых мы все убегаем. Что хочет от нас Всевышний? Какова цель нашей жизни? Чему нас хотят научить этими событиями? И согласно словам Рэбе, о том, что Бог само добро, несомненно, что из всего этого выйдет добро, но как, в каком виде, и это в частности зависит во многом от нас. Во многом от нас. Если мы станем лучше видеть какие-то процессы в мире, лучше к ним относиться, в конечном итоге это будет просто последняя подготовка к раскрытию машин, которая написана остановит войны. А если люди не понимают, написано, тогда это приходит в более жесткой форме. Поэтому мне кажется, что нам нужен бульончик такой, вот как Бирст прописывал, маленький бульончик, чтобы немножко там успокоить душу, немножко остановиться, немножко поверить в то, что все будет хорошо. Вот надо быть уверенным, что все будет хорошо. Тем более, вот месяц Адар. Брахава, Ацлаха, всего самого-самого лучшего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!